раз сама жизнь нам подбрасывает различные ситуации рассуждаем о насморке вот берем так говорить скажем простуда как болезни так скажем легкая простуда она имеет свое течение подымается там температура возникает насморк отделение и организм там сколько дня три больше таком состоянии потом слабость наступает и после потихонечку возвращается свое нормальное состояние затем нужна температура температура подъем защитных сил организма для того чтобы побороть там инфекцию само охлаждение то есть поднять защитные силы это все происходит с помощью подъема температуры то есть огонь внутренний который 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 непосредственно борется с болезнью далее начинается выделение сопли а именно то что в организме было чего-то там лишнего вредоносного ядовитого все это выделяется вместе с соплями естественно на все это организм наш затрачивает усилия и во время всей болезни чувствуется слабость потом идет восстановительный период и болезнь можно сказать простуда прошла что делается сейчас для того чтобы не было простуды если поднимается температура то принимаются жаропонижающие средства если начинается выделение износа применяется подсушивающие слизистую оболочку средства чтобы ничего не выделялось вопрос допустим вот так лист которая выделяется износа куда она должна деться то есть вместо того чтобы выброситься вон это должно где-то в организме утрамбоваться потому что слизистые вещества они выделяются из организма через легкие и носоглотку почему у нас естественно идет и насморк и кашель а если понижается температура то есть то защита естественно реакция которая должна привести к тому что все это дело будет организм поборет болезнь она срывается срывается значит как бы сказать вместо того чтобы идти в атаку армия защитников окапывается окапывается и это все из острого состояния так называемого болезнь острое состояние когда температура кашель нас и потом все это прошло переходит в хроническое вяло текучие вместо там допустим недели грубо говоря двух человек начинает месяцами он уже не и не болен и не здоров и не поднятно что с ним происходит но тем не менее болезнь от простой такой простудки клеит в его организме задумайтесь над этим как решался вопрос раньше народная медицина она использовала парную если человек простые кашель сопли там температура вот естественно его парят ну тут существует конечно такое мнение что при слишком высокой температуре палец это вредно это еще большая нагрузка а вот при небольшой температурке палец а нормально ну это все будем говорить познается опытным путем но тем не менее продолжим то есть полезно это не не полезно использовались такие мощные прогревающие средства как парная человека хорошенько распаривали открывались поры кожи подымалась температура при высокой температуре бактерии гибнут клетки остаются организма слизь разжижается выходит не только через нос легкие но и через поры кожи и в итоге после такой процедуры человек выздоравливал да еще там полежит день-другой пока силы вернуться то есть в данном случае и мы как раз говорим об естественных реакциях парная процедура помогала организму пройти и убыстрить этот процесс подъема температуры и выведению слизи в отличие от современных рекомендаций это по утрамбовыванию слизи и срыву нормальной защитной реакции организма которая заключалась в подъеме температуры ну вот и порассуждайте что более вредно что менее вредно и опять таки со стороны острого заболевания и хронического заболевания острое заболевание требует от организма мобилизации защитных сил всего раз прошла реакция мощная и организм от этого избавилась либо хроническое заболевание то есть вялотекущее когда это заболевание тлеет внутри организма потихонечку будет поглощая его защитные силы да и вообще жизненные силы и при этом предрасполагает появлению разного рода усложнений подумайте над этим другой вариант лечение простудного заболевания когда нету бани он еще более естественен и еще более мощен и как раз я сейчас его применяю к самому себе человек простыл там температура заштормила сопли побежали значит все начинаем помогать организму как он сам сигнализирует о том что аппетит пропадает есть не хочется то есть вы начинаете голодать можете во время голода пить водичку если хотите теплую обычную если же не хочется пить что еще будет лучше насухо двое-трое суток организм как раз работает знаете один на один борется с болезнью с простудой и вы пищеварением не мешайте ему потому что чтобы переварить пищу надо довольно таки много отдать энергии а сейчас эта энергия требуется для борьбы с простудой защитные силы на голоде что замечено усиливается причем существенно усиливается внутрь ничего не попадает в виде пищи наоборот открывается ворота по выбрасыванию всего лишнего и процесс очищения и исцеления идет безболезненно и быстро и в итоге все это естественно проходит процесс прошел организм восстанавливается без каких-либо последствий и вот как бы лучше сказать набора там антибиотиков которые потом надо как-то выводить из организма слизи которая утрамбовалась и плюс сорванного естественного механизма который уже не знает а как надо действовать то есть человек думает что лекарства за него там что-то все сделают лекарства все делают до поры до времени пока ваши жизненные силы достаточно чтобы справиться с болезнью и если их недостаточно лекарства ничего не сделают вот вы их положили и они лежат себе и лежат а вообще-то работает жизненная сила организма вот я все время говорю вот с ней то и надо работать кстати сколько времени пошел домой то есть голодание самое естественное средство вот тут уж оно работает так как надо да поэтому не едим пьем водичку прогуливаемся вот как собачка да собачка да ну что ты побежала прогуливаться и потерялась да ну бывает бывает ну ты тут подожди свою хозяйку или хозяина ой-яй-яй-яй-яй да подожди хозяйку или хозяина они обязательно придут раз ты с ошейничком и тебя заберут о и тогда ты уже поймешь что с теплой квартирки бежать не надо нужно простыть ножки холодные все дрожишь никто не кормил злые кабели бегают ой-ой-ой-ой-ой-ой вот видишь как он побегит ой-ой я даже не знаю что и делать я сам его боюсь я сам его боюсь я сам его боюсь